Всем привет! Вы на канале графон уроки фотошопа. В данном видеоуроке мы с вами сделаем инфографику для маркетплейса Wildberries. Из данного кроссовка мы сделаем вот такой симпатичный баннер, который будет выгодно вас выделять среди конкурентов и привлечет внимание пользователей. Перед началом урока я хочу также порекламировать свою группу. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Я занимаюсь оформлением инфографики на заказ. Если вам нужно оформить ваши товары, обращайтесь. Ну что ж, давайте начнем. Создадим новый документ с помощью вкладки файл. Создать и выставляем размеры 900 на 1200 пикселей. Стандартный размер. У нас есть всего лишь две картинки. Это наш товар, естественно уже вырезанный без фона. Ну и тематический фон, так как это у нас в принципе просто любой спортивный фон. Например там у нас скейтеры. Давайте мы просто перенесем наш кроссовок и таким вот образом немножко его увеличим. Нажмем shift, alt и мышкой растянем пропорционально. Примерно вот так. Разместим его примерно в этой части. Так, применяем трансформирование и что мы видим? Мы видим то, что у нас кроссовок сам в принципе белый, но у него есть такая оранжевая вставочка по цвету. И именно эту вставочку мы будем использовать за основу. Так, чтобы не превращать нашу картинку в радугу и чтобы не было смешивания цветов. Первым делом перейдем на нижний слой фон. Создадим над ним еще один с помощью данной иконочки в правом нижнем углу. Возьмем инструмент прямолинейное лассо. И вот таким вот образом где-то примерно в этой области в нижней части слева кликнем мышкой. И проведем вот такую линию. Примерно наискосок. Далее кликнем вниз, сюда и соединим данные две точки. Так, секунду. Соединяем, у нас появляется вот такое выделение. Берем инструмент заливка. Заливочка. Приблизим и зажмем клавишу alt. Появляется пипетка и выберем наш оранжевый цвет. Отлично. И зальем просто. Мы видим, что получается. Уже получается некий фон, но в принципе этого нам естественно недостаточно. Давайте придадим нашему кроссовку еще более красивый вид. Для этого продублируем наш кроссовок. Перейдем на слой с кроссовком. Дублируем его сочетанием клавиш Ctrl плюс J. Появляется второй кроссовочек. Берем нижний. Вот он у нас. Оставляем на месте. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl плюс T. Кликаем правой кнопкой мыши по кроссовку и выбираем отразить по вертикали. Зажимаем клавишу shift и мышкой тянем его вниз, чтобы уровни подошвы совпали примерно вот таким вот образом. Отлично. Теперь мы переходим в пункт непрозрачность и убавляем ее примерно здесь на глаз. Меня устроит примерно где-то 25. Примерно вот так вот оставим. Здесь можно в принципе сделать с помощью маски, но я просто возьму инструмент ластик, кликну правой кнопкой мыши, выберу мягкий круглый, сделаем побольше размером. Так, растрируем слой, сделаем побольше и зажав клавишу shift просто сотрем вот эту часть примерно вот так. Отлично. У нас уже появляется отражение нашего кроссовка и выглядит довольно круто. Но все равно есть ощущение того, что он висит в воздухе. Поэтому давайте зададим тень. Создадим новый слой над нижним, то есть между двумя кроссовками. Давайте назовем его тень, чтобы не путаться. Как мы ее сделаем? Берем инструмент кисть, кликаем правой кнопкой мыши, выбираем мягкую круглую кисть, делаем также чуть побольше. Выбираем черный цвет, кликнем в свободном месте. У нас появляется вот такой кружок размытый. Зажимаем клавишу shift и зажимаем его вниз мышкой. У нас получается вот такой вот зажатый кружок и размещаем его под кроссовком. Чуть-чуть пониже. Зажимаем клавишу alt, растягиваем в стороны. Вот таким вот образом. Продублируем данный слой сочетанием клавиш Ctrl и J. Так, подгоним немножко здесь стрелочкой мышки. Ctrl и J. Дублируем данный слой. И зажав клавишу shift, перемещаем под пяточку. Вот сюда. Чтобы тень здесь тоже была. Отлично. Мы видим, что уже появилась тень у нашего кроссовка. И теперь кроссовок у нас не висит в воздухе. У него есть тень, которая позволяет увидеть то, что кроссовок стоит на плоскости. И у него есть отражение. И все отлично. Давайте выберем верхний слой с кроссовком. Зажимаем клавишу shift и по нижнему кроссовку тоже кликнем. Выделяется 4 слоя. Зажимаем клавиши, вернее сочетание клавиш Ctrl и G. Либо данную иконочку группы и появляется группа. Давайте назовем его кроссовок. И пускай он у нас пока остается таким вот образом. Отлично. Ну что ж, давайте теперь сделаем название. А вернее давайте, наверное, сразу сделаем фон темненький. Перейдем на нижний слой с фоном. Берем любую картинку тематическую. Так как я сказал, вот у меня есть такая. Так. Ее увеличиваем. Примерно вот так. Тематическая картинка. Применяем трансформирование. Растягиваем так, как нам нужно. Теперь нажимаем сочетание клавиш Ctrl и U. И делаем затемнение данного слоя. Убавляя яркость. Примерно вот так. Нам в принципе не нужно прям содержание данной картинки. Главное, чтобы очертания были. Мы видим, что там происходит. Можем подвинуть как-то вот так. Можно даже размыть и добавить фильтр. Размытие по гауссу. Немножко размыть картинку. Вот таким вот образом, чтобы текст читался еще лучше. Далее. Теперь давайте добавим название. Создадим новый слой. Например, перейдем на верхний слой кроссового. Вернее, группу кроссовок. Создадим новый слой над ним. Создадим новую группу. С помощью данной иконки. Перейдем на данный слой. Так, его, наверное, нужно переместить в группу. Да, перемещаем. И давайте напишем так. Кроссовки. Выбираем инструмент горизонтальный текст. Выбираем белый цвет. Пишем так. Кроссовки. Так, кроссовки. И давайте здесь мы выберем шрифт. Так. Bebas. Так. Вот примерно вот так. Сделаем по центру. Увеличим размер. Так, вот таким вот образом. Давайте можно, в принципе, сделать чуть поменьше размер шрифта. Так. Теперь у нас вторая строчка идет. Сюда мы пишем название наших кроссовок. Я просто... Так. Так. Скейтшоус, например. Это просто для примера. Вы, естественно, добавляете сюда название, например, модели своих кроссовок. Так. Вот здесь мы выбираем и увеличиваем межстрочный интервал. Так как для второй строчки мы будем делать подложечку сейчас точно таким же цветом. Создадим новый слой. Перетянем его под название наших кроссовок. Берем инструмент, например, заливка. Кнопочку Alt. Выбираем оранжевый цвет. Выбираем инструмент прямоугольная область. Уделение. И делаем вот такой прямоугольничек под наш текст. Под название. Так. Примерно вот таким вот образом подгоняем по толщине тоже, чтобы слишком сильно не было. Вот так. И инструментом заливка заливаем. Отлично. Теперь. У нас есть группа. Выбираем инструмент перемещения. Давайте кроссовок мы пока вскроем. Группу мы зажимаем Shift и сносим вниз. Таким вот образом. Чтобы левый уголочек соприкоснулся с нашим фоном оранжевым. Далее нажимаем сочетание клавиш Ctrl плюс Shift плюс Alt. И поднимаем вот таким вот образом. Правый уголочек. Примерно, чтобы наклон совпал. Давайте вот так вот по буковкам ориентируясь. Так. Наклон в принципе совпадает. Теперь мы можем просто Shift и сместить наверх. В верхнюю часть наш текст. Так. Отлично. Заголовок у нас готов. Включаем наш кроссовочек. Супер. Ну давайте откроем группу с кроссовками. Мы видим, что кроссовочек немножко такой затемненный. Перейдем на верхний слой с кроссовком на основу. Нажмем сочетание клавиш Ctrl плюс L. Английская. И правый ползуночек немножко сделаем левее. Чтобы кроссовок стал немножко поярче. Давайте посмотрим, как было и как стало. Отлично. У нас это устраивает. Теперь давайте посмотрим, что нам нужно добавить. Нам не хватает, естественно, свечения сзади. Также нам не хватает рамочки и текста снизу. Давайте это добавим. Перейдем на самый верхний слой. Создадим новый над ним. Перетянем пустой слой. Выбираем инструмент. Прямоугольник. Кликаем один раз мышкой. И здесь выставляем размеры. Так, если у нас ширина 900, мы выставляем 800. Если у нас высота 1200, то мы выставляем высоту 1100. Нажимаем ОК. У нас появляется вот такой прямоугольник. Можно сделать его другого цвета, в принципе, для наглядности. Просто инструментом перемещения мы ставим его по центру. Подгоняем. Вот таким вот образом. Но я вижу, что здесь расстояние слишком большое получилось. Поэтому, зажав клавишу Shift плюс Alt, мы растягиваем за один из уголочков. Примерно вот так. Супер. Теперь нам нужно заливку убрать на 0. Убираем заливочку. Кликаем правой кнопкой мыши по прямоугольнику. Параметры наложения. Выберем пункт «Выполнить обводку». Можно сделать вот, например, сюда. Два пикселя. И, в принципе, нас устроит. Можно добавить еще одну обводку, ниже которой. Так выполнить обводку делаем. Размер побольше. И здесь будет тип обводки «Цвет». Выбираем черный цвет. И непрозрачность данного слоя мы делаем поменьше. Здесь можно отрегулировать. Мы видим то, что здесь у нас толщины побольше, здесь поменьше снизу. Поэтому, зажав клавишу Alt, чтобы и сверху, и снизу было одинаково. Примерно вот таким вот образом это делаем. Отлично. Обводка у нас появилась. Название, конечно, я бы сделал чуть пониже. Вот таким вот образом сместил группу с заголовком. И сам кроссовок, наверное, тоже сделать чуть пониже. Вот так. Отлично. Супер. Также для нашей нижней области можно добавить узор. Давайте кликнем правой кнопкой мыши по данной области. Параметры наложения. И выбираем пункт наложения узора. Так. Здесь у нас есть стандартные полосочки. Самый первый узор. Выбираем «Затемнение основы». И мы видим, что появляются такие полосочки у нас на фоне. Здесь можно делать масштаб их больше. Можно сделать поменьше. Но я думаю, слишком большой здесь не нужен. Примерно вот такой. Я думаю, нас устроит. Нажимаем «Окей». Давайте добавим свечение немножко. Для этого над слоем оранжевым кликнем по данной иконке. Выберем инструмент «Кисть». Мягкая, круглая. Чуть побольше размер. Белый цвет. И просто можно... Даже размер где-то можно на 600 поставить. Вот таким вот образом просто кликнуть посередке разочек. И уже уменьшить немножко непрозрачность данного слоя. Вот. Супер. Теперь нам остается в принципе, что здесь нам добавить только текст. И в принципе, картинка будет готова. Также непрозрачность можно немножко убавить у прямоугольника. Караметры наложения. Выполнить обводку и поменьше непрозрачности. Супер. Итак, у нас есть два пункта. Это размер 40-45 и расцветки 4 вида. Что мы делаем? Мы тем же самым шрифтом. Мы в принципе можем просто скопировать данный текст. Ctrl-J. Перенести его, например, на самый верх. Для того, чтобы сохранить тот самый наклон, который у нас есть. И здесь, естественно, нужно его отредактировать. То есть у нас первая строчка будет это размер. Размер. Вторая строчка это будет 40-45. Теперь мы делаем выравнивание по левому краю. Размер. Текст убавляем. Здесь абсолютно на глаз. Так, примерно вот, например, поставим 60. А 45 мы сделаем. В принципе, можно, наверное, оставить. Давайте чуть-чуть убавим. Примерно на соточку. Даже, может, чуть больше. Так, и межсрочный интервал, естественно, нужно тоже убавить. Таким вот образом у нас появляется первый пункт с размерами. Дублируем данный слой. Ctrl-J. Зажимаем Shift. Перетягиваем в правую часть. Здесь мы уже меняем текст. Пишем... Так, расцветки вроде бы. Так, расцветки. Или как там у нас написано было? Расцветки, да. Так, и пишем, например, 4 вида. Расцветки 4 вида. Здесь уже регулируем, подгоняем. И вся основная информация наших кроссовок будет здесь у нас, в принципе, уже присутствовать. То есть, какие есть размеры и какие расцветки. В принципе, баннер практически один в один. Делается он достаточно быстро. Если данный урок вам был полезен, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Если у вас не получилось сделать инфографику, напомню, что вы можете заказать ее в моей группе ВКонтакте. Ссылочка будет в описании и также в закрепленном комментарии. Но всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.